Дефолт США вот-вот настанет, и тогда доллар рухнет, а экономическая гегемония Вашингтона прекратится. Нет, это не так. В целом, можно закончить уже здесь, но давайте разберемся. Действительно, США могут оказаться в ситуации дефолта из-за своего государственного долга. И такая угроза уже была в 21-м году. И в 19-м. И очень похожая ситуация сложилась в 11-м при президенте Обаме. В общем, угроза дефолта для Соединенных Штатов явление будничное. Но только за почти 250 лет дефолт так ни разу и не наступил. Так что же не так с экономикой США? Да с ней, собственно, все в порядке. Просто угроза дефолта возникает не по экономическим, а по политическим причинам. Есть отдельный закон о бюджете, и есть отдельный закон о уровне госдолга. И поэтому их отдельно надо пересматривать. Ну, бюджет, понятно, каждый год вы принимаете новый, а потолок госдолга рано или поздно достигается в любом случае. И когда вы достигаете, у вас получается коллизия. Потому что расходы прописаны в бюджете, их надо осуществлять. А для того, чтобы вы могли осуществлять расходы, необходимо занимать. А занимать вы не можете, потому что есть потолок госдолга, и вам нужно увеличить этот потолок для того, чтобы занять необходимую сумму. За историю США 78 раз они подходили к потолку госдолга и вынуждены были пересматривать. За более чем 200 лет Америка ни разу, никогда, никогда не была не в состоянии выплатить свой долг. Если говорить капитальными и разговорными терминами, Америка не бездействующая нация. Мы всегда в состоянии отдать долг. В результате мы являемся одной из самых уважаемых наций в мире. Мы оплачиваем наши счета. Так или иначе, до дефолта своими руками никто доводить не будет. Вероятнее всего, как это уже было не раз, партии придут к компромиссу. Потолок поднимут, но какие-то выплаты урежут. Ага, теперь-то точно Украине помогать перестанут. И снова нет, извините, российские пропагандисты. На помощь Украине в этом году выделено аж 45 миллиардов долларов. Это, конечно, очень много, что мы видим по графику. Ведь от всех годовых расходов бюджета США это аж 77 промилля. В США очень большие расходы по ряду социальных программ. И именно к этим программам у республиканцев будут претензии. Затраты на поддержку Украины минимальны по сравнению с любыми глобальными программами, которые действуют в США. И поэтому плюс-минус миллиард долларов помощи Украины никак не влияют на общее состояние экономики США и бюджета США. В то же время, действительно, это минимальные финансовые затраты для американского бюджета позволяют им решить глобальную проблему. Параллельно с этим выгрызая очень важные контракты для американской обороны промышленности. Ну и напоследок, давайте разберемся, что же произойдет, если США все-таки объявят дефолт. Да, сущий пустяк. Финансовый апокалипсис. Ведь в таком случае резко упадет доллар, а в нем хранится 60% всех государственных резервов в мире. В том числе более половины неарестованных резервов России и до 100% валютных резервов КНР. Поэтому, если это случится, остановится развитие всей мировой экономики. Если США объявят дефолт, то это будет коллапс мировой экономики. Очень-очень глубокий финансовый кризис. Наверное, самый глубокий из тех, которые мы уже видели. Именно поэтому никто в США объявлять дефолт не будет. Россия и на официальном уровне, и через каналы пропаганды регулярно пророчит экономике США крах. Вот только прежде, чем грозится американской финансовой системе, стоило бы узнать, как ее ущерб скажется на вашем собственном благосостоянии. Данила Кобза для телеканала Freedom.